Где в Европе погода лучше? Вряд ли этим местом будет Амстердам. В Голландии у нас неделями не появляется солнце. А еще постоянно идут дожди. Но нам не помешает выйти на улицу, пойти прогуляться и порассуждать о погоде в Европе. Где погода в Европе лучше? Пойдемте! Привет, друзья! Прежде чем я продолжу, хотел бы напомнить, что вы находитесь на канале Артем живет в Европе. Я постоянно перемещаюсь по Европе. На машине, поезде, автобусе, самолете. Пользуюсь общественным транспортом. Встречаюсь с людьми и просто путешествую, стараясь наслаждаться жизнью. А жизнь, словно поезд окрашенный в самые яркие цвета, постоянно настигает меня. То у меня раковина засорится. Попытка номер пять. То пешком иду по ночному городу, потому что самолет задержался. А еще проповедую здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. И люблю пить кофе. Люблю гулять, наслаждаться солнцем и морем. И обо всем этом я рассказываю у себя на канале. Поддержите меня и подпишитесь. Сейчас бац оторвалась. Привет, привет, друзья! Давно я не записывал никаких видео, был занят своими делами. Вот, например, чистку зубов сделал. В Амстердаме и опять думаю, стоит ставить брекеты. Опять? В очередной раз? Или не стоит? Просто у меня очень много недовольных зрителей. Недовольных в основном моими зубами. Итак, в этом видео я расскажу про свои обновки. Пойду в сторону поля для гольфа на окраине Амстердама. Буду сравнивать погоду и климатические условия Нидерландов и Германии, прежде чем сесть на самолет и отправиться в южные страны. Так, где же погода в Европе лучше? Вы сможете ответить на вопрос, досмотрев видео до конца. А да, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий и посмотреть другие видео из разных стран Европы у меня на канале. Я собираюсь идти на прогулку, я в таком вот темном черном одеянии, траурном, можно сказать, только вот такая голубая шапочка и такие цветастые, но не радужные, ну не похожи же кроссовочки. Пойдем погуляем в сторону окраины Амстердама. Ну и как вам мой вид? Смотрите, классные кроссовочки, купил их недавно. Ну и что, что они такие нетрадиционные по цветам, зато они классные и очень удобные. Побрызгаюсь одеколончиком, в принципе, я встречаться ни с кем не собираюсь, но у меня он стоит, нужно же его использовать. Пойдем мы вообще в сторону колхозов и полей Голландии. Возьму с собой попить водички, я уже пообедал, возьму зонтик на всякий пожарный, Голландия все-таки, и свой гимбал. И наушники, которые купил в Стамбуле на смену моих ушедших на покой дебел наушников. Вода в Омске попала, два года ими пользовался и, увы, они скончались в городе Омске. Радостное предвкушение! Выхожу из подъезда, вот такая погода. Серое небо, а здесь напротив дома у меня дом престарелых. Вообще, конечно, это правда жизни. Грустно, никто не молодеет. Все становятся взрослыми и дальше становятся пожилыми. Никто не молодеет. Пожалуй, это вопрос, который я не могу для себя решить, стоит мне ставить брекеты или нет. Все-таки мне уже пятый десяток и, может быть, на самом деле, это уже довольно поздно ставить брекеты. А то, не дай бог, сердце не выдержит. Однако вернусь к теме своего видео. Погода в Голландии и вообще погода в Европе. Где в Европе погода лучше? Поскольку я нахожусь в Голландии, Голландия это моя страна постоянного проживания уже более 15 лет. Обратимся с вопросом о погоде в Нидерландах. Сегодня 21 февраля 2024 года. И температура плюс 10 градусов, пасмурное небо. И причем солнца не было уже, может быть, недели две. И вот вообще кусочка даже голубого неба не было за эти две недели видно. Это обычная погода в Голландии в конце февраля. И температура, в принципе, довольно нормальная для этого времени года. Снег здесь почти никогда не бывает. Например, в этом году, когда здесь был снег, по стечению обстоятельств я был в Испании. Когда приехал из Испании, и причем самолет у меня задержался, я, можно сказать, ехал на перекладных из аэропорта домой, о чем рассказывал в последнем видео, одном из последних видео. В тот день снег, он уже почти весь растаял. И я увидел только кусочки почти исчезнувшего снега. И это меня привело к мысли, что я хотел бы в Ригу. В этом и есть главное отличие Латвии и Голландии. В Латвии климат более континентальный. В Латвии я жил два с половиной года. И зимой, естественно, там снег. Конечно, бывает так, что он тает. Например, в прошлом году, в декабре, было очень много снега в Риге, в Латвии. Но он растаял к концу декабря и стояла оттепель. Потом опять начинаются морозы, опять выпадает снег. Прослым летом, в прошлом году я провел чуть больше двух недель в Риге. И это было лето. Это было такое своеобразное латвийское лето, когда солнце, то чувствуется лето. Когда пасмурно, чувствуется север. Этим Латвия становится похожа на Голландию. Однако большое отличие между Латвией и Голландией в том, что в Голландии практически нет перемены сезонов. Я называю Нидерланды страной постоянной осени. Даже летом здесь очень редко, почти никогда не бывает ощущения настоящего лета, когда, знаете, вот вечера теплые. И поэтому в Голландии стоит, можно сказать, постоянная осень с температурами плюс 10, плюс 15 градусов. Ну, конечно, зимой бывает и так, что температура опускается до 0 градусов. Или вот как я приехал из Испании, было минус 1 градус, и снег уже уходил. Но неделю назад я ходил на занятия танцами первый раз в жизни. Я попробовал, о чем, может быть, я сделаю отдельное видео, поэтому подпишитесь, мне есть что рассказать. Это был такой незабываемый опыт, очень интересный. И в тот день, это было на прошлой неделе, в четверг в Амстердаме, да, было очень дождливо, но потом дождь прекратился. На улице вечером, я выходил в 9 часов 30 минут вечера, было плюс 14 градусов. То есть, это, соответственно, было, кажется, 15 февраля. Было очень тепло вечером. Я такой подумал, это наступила весна. Это был необычный день. Казалось, что, вот действительно, даже летом не всегда бывает такая температура в Голландии, но в этот февральский день был такой необычный теплый вечер, что, в принципе, иногда встречается в Западной Европе, именно потому, что эти страны подвержены различным переменам, перепадам климата из-за того, что климат очень выраженный морской, такой вот климат. Нидерланды – это страна, которая находится ниже уровня моря, поэтому каналы и различные водоемы здесь повсюду. Еще в Нидерландах очень мало места для дикой природы. Почти вся земля в Нидерландах, она культивирована и, скажем так, облагорожена. Здесь мы видим поле для гольфа, но спортсменов, людей, которые пришли играть в этот день, почти нет. Вот один человек только идет. Да, это есть поле для гольфа недалеко от моего дома. Смотрите, как они хитро защищают свое поле для гольфа от чужаков, которые могли бы сюда проникнуть, не оплатив. Всегда есть какой-нибудь ров, который ты даже не перепрыгнешь и не переплывешь. Он предотвращает проникновение незнакомцев, нежелательных граждан на это поле для гольфа. Ров достаточно широкий, что его невозможно перепрыгнуть. Десять минут пешком от моего дома и мы подходим к границе Амстердама. Амстердам очень маленький город. То есть мы сейчас подойдем и перейдем к границе Амстердама. Мы окажемся за границей города Амстердама. Вот там, кстати, флаг висит Амстердама. В некоторых местах ров поступает место за гольфом, поле для гольфа. Должен сказать, что ветрено, как всегда в Голландии в любое время года, поэтому, возможно, будет проблема со звуком. Спустя такой небольшой промежуток времени я оказываюсь за границей города Амстердама, на голландских, нидерландских полях, те самые открыточные голландские пейзажи с каналами, мостиками, маленькими деревенскими домиками фермерскими и черепичными крышами. Обратите внимание, что в Нидерландах очень плоско, плоская земля, которая лишена, скажем, лесов. Да, есть какие-то лесопосадки, вот, например, там, вон, он играет в гольф один. Но вообще деревьев очень мало, потому что во времена, давным-давно, в Голландии посрубали, насколько я знаю, все деревья для цели кораблестроения. Поэтому, в принципе, Голландия – это вообще страна пастбищ. Вот такие вот игры в гольф. Я не знаю, как можно играть одному в гольф. Наверное, как-то можно. А насчет погоды я могу сказать, что в Нидерландах вот такая вот погода, можно сказать, 365, точнее, в этом году, 366 дней в году. Постоянно серое такое тяжелое небо. Причем небо бывает там не 50 оттенков серого, а может быть всего лишь какие-нибудь 10 оттенков серого. Иногда будут такие свинцовые тучи, иногда будет оверкаст. Оверкаст – это сплошная облачность, она такая сплошного светло-серого цвета, где вообще нету облаков, а вот просто такой купол, знаете. Скажу честно, положа руку на сердце, погода в Нидерландах меня вводит в состояние какой-то тоски. Вот когда вообще нету никакого солнца, никакого голубого неба. Для меня это на самом деле тяжело. Я нахожусь в состоянии спячки. Поэтому, если в прошлом, в одном из прошлых видео я заявлял, что я собираюсь возвращаться в Ригу, я должен сказать, что жизнь, а точнее погода в Европе, вносит коррективы в мои планы. Погода является для меня таким важным фактором, что я решил поехать в то место, где будет больше солнца. Прежде чем я продолжил рассказ о более южных и солнечных странах, я хотел бы отметить и Германию, в которой провел 4 месяца в 2022-2023 годах. Если судить по группам в Facebook, то люди, проживающие в Германии, очень не любят эту страну, потому что она очень серая. Я провел 4 месяца. 2 месяца в городке Виллих, недалеко от Диссельдорфа, и 2 месяца в Эссене. И я, как человек, приехавший из Нидерландов, могу сказать, что, по моим собственным ощущениям, Германия является страной с более выраженным континентальным климатом. Например, в Эссене мне удалось застать первый снегопад в декабре 2022 года. А также мне показалось, что, хотя и совсем немного, но солнца все-таки в Германии чуть-чуть больше. И, конечно же, нельзя обойти и тот факт, что Германия намного больше, чем Нидерланды по площади. А, соответственно, и разнообразие климатических условий в Германии намного больше, чем в Голландии. Так что, если выбирать по климату, я бы все-таки выбрал Германию, а не Нидерланды. Потому что в Германии есть и южные земли, где солнца больше. Есть горы, есть озера, реки и, конечно же, леса повсюду в Германии. Чего в Голландии просто-напросто нет. Очень рад, что вы по-прежнему смотрите мое видео о погоде в странах Европы. Поставьте лайк, если еще не поставили, и подпишитесь, если еще не подписались. Я разобрался со странами Северной и Западной Европы, а теперь перейду к странам Южной Европы. Пожалуй, я начну с Турции, а конкретно Стамбула, где я провел неделю летом прошлого года. Выбор не случайен, потому что в 2023 и 2024 годах этот город является, по сути, первой транзитной точкой, куда устремляются русскоязычные из стран СНГ. Туда прибыл и я с некоторыми приключениями на самолете компании Red Wings из Екатеринбурга. Это был мой второй раз, когда я побывал в Стамбуле. И самое первое, что я отметил летом, то, что здесь очень душно. Город поразил меня своей высокой влажностью, что обуславливается, вероятнее всего, присутствием пролива Босфор в черте города. Но мне и в мысли раньше не приходила идея о том, что город, который отстоит на 500 километров от Афин, может иметь поразительно отличающийся климат. Да, конечно же, здесь есть солнце. Но город поразил меня и обилием пасмурных и ветреных дней. Причем пасмурных дней оказалось немного больше, чем солнечных. Однако в солнечный день летом в Стамбуле было, в принципе, неплохо. Но именно пасмурная погода летом навела меня на мысли о том, что зимой здесь может быть довольно зябко. Когда-то давно я провел неделю в Аланье. Бывал и в Анталии, однако эти воспоминания не совсем недавние. Поэтому не берусь судить о погодных условиях в этих городах. По словам грека, соседа в самолете, возвращающегося из Анталии, этот город тоже обладает довольно влажным климатом. Я же со своей стороны могу обратиться к комментаторам, попросить оставить свой комментарий, как вы считаете, какие погодные условия в Турции. Снова аэропорт, перелет и, наконец, я в Греции. Греция – это страна, словно предназначенная для пляжного отдыха, проведение времени на море, хождение в горы и веселого времяпровождения в дружеской компании в многочисленных ресторанах и кафе. Побывав в Греции однажды, я сразу влюбился в эту страну. Был октябрь, когда я прилетел в Грецию в первый раз, и я был очень удивлен тому, что температура была плюс 26 градусов. Вся атмосфера тогда в Афинах напомнила мне летний Омск, город, в котором я родился и в котором, согласно Википедии, 300 солнечных дней в году. Я сразу почувствовал в Афинах, как, возможно, и многие другие люди, что-то свое родное. И поэтому жил в этой стране довольно длительный срок и постоянно возвращался. О чем рассказывал в многочисленных видео на моем канале, обязательно посмотрите. Но Греция это не только Афины, а зимой, кстати, здесь частые дожди. И даже иногда выпадает снег, что очень редко, конечно. Греция это также и Салоники, которые расположены на севере страны. Там я тоже пожил какое-то время, и со своей точки зрения могу сказать, что в Салониках климат совершенно другой. Конечно же он похож, но здесь больше, намного больше влажность, больше дождей, больше облаков. И в целом климат в Салониках мне напомнил почему-то немного климат в Стамбуле, что вполне вероятно, потому что находятся они недалеко друг от друга. Забегая вперед, заранее могу сказать, что климат в Афинах, пожалуй, для меня самый лучший из всех тех мест, где я успел пожить. Но мне интересно, что думают мои зрители. Как вы считаете, в какой южно-европейской стране климат лучший и почему? Напишите, пожалуйста, комментарий. Очередной переезд с приключениями на автобусе, и я снова оказываюсь в Болгарии. Вообще аварийная ситуация, вообще для тысяч людей. Про Болгарию у меня на канале очень много видео, ведь в этой стране я провел два месяца, и вызвала она у меня массу неоднозначных впечатлений. О чем я рассказывал в своих видео? В сентябре я провел месяц в столице страны, в городе София. В то время как весной, в марте и апреле, я был в Варне, в Бургасе. Но самое длительное время я провел в городке Несебр, на солнечном берегу Болгарии. Весной я ехал в Болгарию из Греции, и почему-то думал, что климат в Болгарии может быть похож на климат в Греции. Но на самом деле это далеко-далеко не так. Март был довольно промозглый и очень холодный и дождливый на солнечном берегу. В то время как сентябрь был неплохой в городе София. Но даже в сентябре в Софии было довольно много пасмурных дней. А также я был удивлен тому, что в городе нет открытых водоемов. А открытые бассейны тоже закрываются в сентябре. В принципе, я много попутешествовал по Болгарии. Съездил даже в Пловдив на один день. Но с моей точки зрения, погода в Болгарии далеко не такая же, как погода в Греции. Особенно погода в Афинах. Да даже с Салониками и Стамбулом Болгарию нельзя сравнить. Все-таки Болгария лежит на Черноморском побережье, в то время как Греция и Турция на Средиземноморском. Видимо, этим и объясняется большое отличие в погодных условиях между Болгарией и другими южными странами, которые я рассматриваю в этом обзоре. Подводя итог о Болгарии, могу сказать, что да, в этой стране можно жить. Но не думайте, что погода будет такая же, как в других средиземноморских странах. Скорее как в Юго-Восточной Европе. Очередной переезд по водам Адриатического моря, и я оказываюсь в Италии. В Италии я прожил месяц в деревушке Санта-Года де Готи. Она расположена примерно в 20-30 километрах от Неаполя. А приехал туда на машине из Бари, куда, собственно, и приплыл на пароме из Патры. В целом погода Юга-Италии, на мой взгляд, сравнима с погодой в Греции. Особенно Западной и Юго-Западной Греции, например, Карфу. И самого города Патры. Так я сужу по наличию характерных деревьев. Я их видел в Патрах, а в Афинах они мне не встречались. В целом погода Юга-Италии в чем-то сравнима, на мой взгляд, с погодой в Греции. На самом юге Италии, в Сицилии, я не бывал. Однако в районе Неаполя, по моим ощущениям, влажность намного выше, чем в Греции. Хотя ниже, чем в Стамбуле, например. Этот факт доказывает и те самые деревья, которые, по-видимому, произрастают в климате более влажном, чем более засушливый климат Юга-Греции. И кроме того, Италия, страна по размеру, намного больше, чем Греция. Соответственно, и разнообразие климатических условий в Италии выше, чем в Греции. Я считаю, что эти обе страны очень приятны для постоянного проживания. Однако зимой вполне возможно, что на юге Италии, где нет центрального отопления, что в Греции может быть довольно зябко и не совсем комфортно. Зато в течение всего остального года погода очень радует. Ну а зимой можно уехать на север Италии, где есть центральное отопление. В общем, погоду в Италии в целом я, конечно же, рекомендую. Последний на сегодня перелет и на следующее утро я оказываюсь в Испании. Когда погода как сегодня, а это вообще каждый день практически в Испании, хочется пойти и прогуляться. Испания еще одна страна, в которой я провел длительное время. В феврале и марте прошлого года я провел месяц в городке Салу, недалеко от Барселоны. Как ни странно, хотя Барселона довольно северный город, я видел людей, купающихся в январе. Но по вечерам в январе в Барселоне становилось довольно холодно. И я плохо представлял, как люди живут в домах, старых домах, лишенных центрального отопления. Это обычная практика в Испании зимой днем выходить на улицу греться. Что, в принципе, я делал и в других странах. Однако Испания, по сравнению с Грецией, особенно северная часть, Каталония, все-таки немного более северные регионы. Вполне возможно, что летом там нет такой изнуряющей жары, как в Италии и Греции. А совсем недавно, в январе, я провел 10 дней в городке Беналмадена, недалеко от Малаги. Похоже, что Малага и Таремалинос – излюбленные места для зимовки западных пенсионеров. По словам местных, вода, однако, здесь довольно холодная. И в Аликанты, например, вода теплее. Что уж говорить про Канарские острова, где круглый год температура колеблется между 20 и 25 градусами Цельсия. По некоторым данным, Канарские острова входят в тройку самых благоприятных по погодным условиям мест в мире. Кроме того, есть север Испании, где довольно прохладно и часто бывает пасмурно. Есть центральные районы. Например, в Мадриде зимой довольно холодно. Я думаю, что из всех стран, которые вошли в мой сегодняшний обзор, Испания является страной с самым благоприятным и самым разнообразным климатом. А какую же страну предпочитаете вы для постоянной жизни? Я буду очень благодарен, если вы выразите своё мнение в комментарии под этим видео. Спасибо, что досмотрели моё видео до конца. Буду рад увидеть вас снова на своём канале «Артём живёт в Европе». Пока-пока!